19 том книги открытым оком вопросом же 3303 тема община как вы познакомились с ныне уже бывшим отцом нафанаилом то есть судниковым николаем отвечает игнатий тихонович лапкин пусть иные вспомнят а я послушаю я попросил всех кто что-то помнит про то время написать об этом любящему сердцу никакая грязь не станет преградой из статьи о матери церкви или почему я стал зарубежником иеромонах нафанаил судников книга к истинному православию страница 475 кавычки открываются знакомство с отцом нафанаилом произошло в 2000 году на конференции в алтайском государственном университете он выступил с дал с подробным докладом по еврейскому вопросу от московской патриархии совершенная иру совершенно ерунда пахнущая черносотенством но запомнилась своей искренностью и видно было что подошел он разбираемому им вопросу серьезно после конференции мы с игнатием тихонычем лавкиным стояли у входа в алтайском государственном университете вышел отец нафанаил непонятно откуда наши сестры узнали что он приезжий ему или негде ночевать или он кого-то ждет игнатий тихонович сказал сестрам чтобы они помогли ему устроиться через некоторое время стало известно что он духовник черной сотни на алтае сам набирает и редактирует журнал этой организации через него возник через него познакомились и с братом никитой санаровым в то время это были нерожденные во христе люди явные антисемиты и махровые монархисты чающее возрождение какого-то православия бывшего при царе батюшки когда все под пятой церковников евреи еретики и прочее затем через знакомство с нашей общиной и игнатий и игнатием тихоновичем последовал переход от цена фанаила в русскую православную церковь за рубежом он стал ходить на наши занятия в алтайский государственный технический университет молиться с нами в храме и поселился и гнатья тихоновича на улице ползунова 6 как мне видится у него не было остановки в духовном развитии но плохо то что развиваться он хотел не в ту сторону всегда замкнут молчалив сух совершенно без эмоций и вдруг слышу от него напев казацкой анархистская песни люба братцы люба вообще у него были любимые песни казацкого и монархистского репертуара встань за веру русская земля божия царя храни и так далее сборник таких и подобных песен которые он мне подарил хранятся у меня до сих пор услышав это я ему напомнил место писания от избытка сердца говорят уста юмор подменялся в нем усмешками он никогда не отвечал на вопросы по его уверованию в бога когда где от кого и как теперь ясно он воспринимал эти вопросы как вторжение в его личную жизнь был он членом общины но хотел ли он этого постоянно уходил собраний через короткое время перестал посещать занятия за все время нахождения у нас около трех лет сказал несколько коротеньких проповедей и это при его саня за знаниях и таланте так получилось что я побуждал его побуждал его говорить их и я подходил к нему и просил его готовить проповедь для братья но почти всегда он только усмехался а если я останавливал его он уходил в сторону сколько раз я просил его позаниматься по слову божию и последний раз совсем недавно но в ответ молчание и иногда я подумаю и никогда не приходил то есть не думал о братья в 2004 году весною я спросил его о его рождении свыше и он все-таки ответил конечно не сразу но я уж очень пристал к нему было ранее утро мы шли по улице вдвоем и он видимо расположился ответ его был невразумительным главное что у него нет духовного отца как такового живого человека и непонятное его духовное рождение было до встречи с нами я его спросил об отношении к убийству в двухтысячном году когда мы познакомились то он оправдывал убийство на войне словами евангелия тивана 15 глава 13 стих нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих он много спорил против слов христа евангелия матфея 5 глава 44 45 стихи а я говорю вам любите врагов ваших чтобы показать ему все нечестие войны убийства мы просмотрели фильм спасения рядового райна сейчас он против убийства на войне он христов я пытался повести его к мысли что рождение свыше это совокупность совершенства послание колосси нам 3 3 глава 14 стих рожденный духовно принимает все евангельское учение сразу целиком и имеет родившего его через слово отца после выпуска нового завета в 2003 году он начал отходить от нас а ведь он был в церковно приходском совете вспоминается его поучение об общении о духовном рождении писал прекрасные статьи о вере о церкви принимал активное участие в издании книг он никогда не доходил в рассуждениях о христовой вере до конца то есть до благовестия и вывести себя к людям он не хотел никогда его поездка в грецию как бы на проповедь слова божия закончилась очень плачевно он ушел из рпцз от нас в никуда я лично всегда жду от таких людей что-то необычного как он приедет из греции расскажет об общине верный христу о настоящих братьях по вере евангельской но вместо этого ничего и только слухи напрямую он не сказал то что я спрашивал уже весной 2005 года как веруешь брат осенью 2004 года волков и шимков были у него неоднократно брали какие-то материалы для своих работ я думал тогда что их направляют старообрядцы но в их брошюре были ссылки и на игнатия брянчанинова и возник вопрос а почему старообрядцы пользуются никоньянской литературой сейчас все ясно кто направлял их это отец на фонарил и поэтому его реферат курсовая по третьему курсу его учебы в алтайском государственном университете продолжение его исследований докапываний на тему тоталитаризм еретичество игнатия лапкина так препарировать верующих во христа может только не христи кому-то может и не ясно но я знал его достаточно хорошо и развиваясь сам я видел и развитие других людей в том числе его с его талантами исследователя он перекатил в духовном развитии через самое главное свою совесть свою совесть он раздавил ее и не видит теперь никого игнатий тихонович при встрече 19 ноября 2006 года спросил его молился ли он составляя эту работу он не захотел отвечать потому что его ответ был бы только обличением в его полном неверие слову божию ведь если он хотел помочь игнатию тихоновичу и общине исправиться в чем-то то должен был бы обратиться к нам сначала и рассказать о том обличить вразумить но он об этом никогда и не думал полтора года он тоил от нас что мы для него не церковь при этой встрече он заявил московская патриархия не церковь с 1936 года рпцз с 1984 года он якобы был перед перепомазан епископом кириком и размонашен и вновь якобы принял монашество от него же старостильной церкви греции и сейчас он для нас просто николай николаевич судников мирской человек философ если он уверует в иисуса христа как своего личного спасителя то может спасти свою душу да поможет господь наш обрести искренне любящее сердце этому человеку 20 ноября 2006 года чтец рпцз добунов игорь том 15 страница 89 не суждено уроки повторять без права на ошибку извинения историю всю рассмотр рассмотр рассмотри подряд изменишь на мое тот час же мнение условия сложения панорама всего лишь раз как звезды все сойдутся и высветит дорогу прямо к храму и к чаше с кровью господа иисуса всего лишь раз без права повторения свой выбор окончательно избрать не раз сомнение сменит настроение и во врага обратиться брат никто не доплывет меняя курс тот курс которым мученики плыли сметение посеяв жалкий трус засыплет карту отречения пылью счастливец тот кто избежал сомнений трудясь для блага ближнего и церкви к нему шипят ленивые как змеи но он неуязвим и кротко стерпит преступно рушить то что созидал свое сокровище под гневом погребая где принятое что иисус нам где принятое что иисус нам дал сомнительным мы не достигнем рая один лишь раз родиться нам дано а умирать мы будем постоянно и вера в библию чистейшее окно на неверие ж все копотью затянет и не повторить духовного рождения и горе горькое отрекшемуся жизни отступник пакостный и мать свою разденет помочится на собственные ризы лишь раз и этот раз навряд ли повторится отступник растерял былой багаж закрыта прежняя забытая страница какой отчет за отречение дашь 22 ноября 2006 года игнатий лапкин